Внимание! 3 февраля вечером смотрим национальный отбор Украины на Евровидении вместе со мной. Затем в ночь с 4 на 5 февраля грандиозная церемония Грэмми. Как всегда, в шикарном качестве, вместе со мной, красной дорожкой и всем-всем. Подписывайтесь в описании по ссылке на группу ВК. Там у нас все нацотборы, все премии, все стримы, там же инфа по времени, срокам, начало и так далее. Не провороньте. Привет, ребята, это Рамин. Вы видите заголовок. Это просто трэш, что произошло на неделе. Я еще не хотел новости делать на этой неделе, да? Слава богу, почуял неладное. Бритни Спирс публично простила Джастина Тимберлейка, но сначала попала в черный список. Бритни Спирс занесли в черный список отеля Four Seasons. Новость от таблоида The Sun. Она вроде как ходила топлиц у бассейна и страстно как-то себя вела. Причем ей уже запрещали там останавливаться, потом разрешили и снова запретили. Как же вот она любит Four Seasons, да? Пусть к нам приезжает. Пусть к нам приезжает, ходит по коридорам сколько хочет. Сразу с видом на Кремль. Значит, представители Бритни все отрицают, а сама она в институте написала «Неловкое молчание. Я люблю заставлять людей чувствовать себя некомфортно». Неизвестно, связано ли это с новостью или это ее очередной пост с рандомным потоком мыслей. Ну, вот так вот. Джастин Тимберлейк вернулся, а Бритни Спирс перед ним извинилась. Не помню, говорил я или нет, но Джастин, по-моему, говорил. Джастин возвращается после долгой работы над альбомом. Он будет называться «Everything I Thought It Was». Переводится «Это как раз то, что я и думал». Скорее всего, это отсылка к тому, что он решил сохранить свою неповторимую стилистику и свой грув. Видимо, мы, прослушав песни, сразу поймем, что они звучат так же, как и мы думали. Пишите, если хотите, видос по полочкам про Джастина, как разваливалась его карьера и почему. Ладно, шучу, можете не писать. Мы его делаем уже на попозже. Собственно, Джастин выпускает сингл «Selfish». Я его наконец-то послушал. Могло показаться, что это какая-то отсылка будет к скандалу с Бритни Спирс, но нет. Это песня о любви. Мол, там, прости меня, что я такой эгоист, что я люблю тебя и хочу себе каждую частичку тебя. Прости меня за мою ревность. Действительно, это в стиле Джастина. В целом, он довольно любим публикой. Фанаты будут рады, я считаю. Честно, мне понравилась песня. Я сейчас стараюсь чаще гулять. И вот не хватало, в том числе, в каталоге Джастина, такого вот приглушенного джема. Ближайшее похожее, что я вспомнил, это песня «Not a bad thing». «It's not a bad thing to fall in love». Фальшивая. «With me, the link mic is a bad thing to fall in love». Короче, нет у него вот таких вот мягких песен. Хоть и «Безделушка», да, эта песня, но тоже она мне очень нравится. Это с одного из прошлых альбомов. Я не ожидаю бешеных рекордов от Джастина. Я думаю, он и сам не ожидает какого-то супер-возвращения. Я хочу хороший продакшен. Я хочу смотреть рилзы, как танцоры делают всякую движуху под его песни. И вспоминать университет. У меня даже есть, между прочим, студийный кавер на песню «Mirrors». Старые подписчики видели его на моем третьем канале, да, на котором, по-моему, все видосы сейчас скрыты. Но это не главное. Да, дальше случилось неожиданное. Фанаты Бритни Спирс начали стримить ее песню «Selfish». У нее тоже есть песня такая с альбома «Femme Fatale». Причем песня Бритни совсем какая-то считалочка на лавке, да. Давайте сойдемся на это. Совершенно полный дженерик. Что-то там бум-бум, селфиш, тык-пердык, селфиш. Вот. Все это связано с хейтом в сторону Джастина после выхода мемуаров Бритни Спирс. Я перевел, кстати, полностью всю книгу. Максимально подробно. Обязательно гляньте плейлист со всеми частями. И я еще тогда высказался, что это все-таки мемуары. И он ее бывший, да. Тут не все вот так на 100% кристально, как она может описывать. Ей было больно, да. Это было давно. В общем, все дошло до того, что песня Бритни даже в iTunes перегнала трек Джастина Тимберлейка по стримингу, да, в какой-то момент. Мне даже показалось, что фанаты Бритни, как их называют, циркачи? Джины? В общем, что фанаты Бритни ненадолго стали барбзами. Но. Любовь есть любовь. Бритни, конечно, своего Джастина не забыла и следит так же, как раньше следила за ним в соцсетях. Не выдержала, заностальгировала и написала извинения. Вот что она написала. Я хочу извиниться за какие-то вещи, которые я написала в своей книге. Если я задела кого-то из дорогих мне людей, мне очень жаль. Я также хочу сказать, что в восторге от новой песни Джастина Тимберлейка «Selfish». И как так получается, что каждый раз, когда я вижу Джастина вместе с Джимми, я смеюсь в голос? В общем, Бритни отменила отмену. Естественно, у фанатов-то некоторых мозгов же нет, да? Как королева сказала, и они тоже проснулись, да? И остановили этот трэш весь. Бритни молодец. Честно говоря, многие даже на такое не способны. Бритни правильно сделала, потому что ругала она его публично. И чтобы как-то поставить все точки над «и», надо и написать все тоже публично. Она понимает свое влияние. И че уж говорить, ну, вот честно, Джимми Фэллон и Джастин реально вместе ржачные. В общем, че хочу сказать. Винил Джастина мы хотим, мы его разыграем, если хотите. Заранее потом разыграем, и вот когда он уже выйдет, мы его кому-нибудь подарим. Я с удовольствием. Вообще, самое крутое, что сейчас у нас наградной сезон. Плюс январь кончился, релизы повалили, а поп-музыка, ну, это самая пострадавшая, по сути, от запретов, естественно. Поэтому я уже давно пользуюсь Spotify-ботом и с его помощью покупаю себе подписку на Spotify. Я видел у нас в телеге, в чате спрашивают актуальный промокод, а он уже истек. Ну что ж, я вас обрадую, мне дали новый. Только не провороньте, они не вечны. Ребята всегда дают для вас скидки и удобную поддержку. Я буквально силой подругу заставил перед Новым годом, ой, у меня не было Spotify, у меня Android. Берете, пишете в поддержку, хоть Android, хоть iPhone, вам подскажут, как скачать, установить, если даже у вас никогда его не было. Создадут вам аккаунт, и все будет хорошо. Никакого VPN не нужно. Берете сразу на год и не паритесь. Есть, конечно, поменьше абонемента, если уж прям боитесь. Но мы на новинке давно даем ссылочку на Spotify везде, так что не отставайте. Я тоже, как Timberlake, решил побыть немного селфиш и сделал лаконичный промокод JT15 на 15% скидку специально для подписчиков РАМ-музыки. Все оформляется прямо в Telegram-боте по ссылке в описании. Там же можно и в подарок подписку купить. Вы бы видели счастливые лица моих друзей. Это лучше, чем всякие духи, чем всякие вещи. Подписка на Spotify на хорошую новую музыку всем нужна. Спасибо большое Spotify-боту. Ну, а мы вернемся к новостям. Там столько трэша, что капец. Филиппа Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке. Значит, я вам уже рассказывал, по-моему, про эту ситуацию в прошлом выпуске или нет? Может и нет. Значит, Филипп стоял с пакетами мерча Мадонны возле Madison Square Garden, собственно, зала, где был концерт. Нигде он после извинений за участие в вечеринке Ивлеевой не появлялся, да, так как его начали тоже отменять. Его убрали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Его вырезали из эфиров ВГТРК и Первого канала, да, тоже. Ходят слухи, что его бойкот продлится до весны, а сам Филипп, ну, не планирует навсегда уезжать из России и хочет вернуться. Ну, будем ждать. Желательно с каким-то хитом. Объявлены номинации на Брит Эвордс. Значит, в артистах года у нас замечены Дуа Липа, Central Sea и Рэй. Брит Эвордс — это британская премия, тут все артисты в основном британские. В песне года у нас Эд Широн с песней Eyes Closed, мне нравится песня. Пинк Пентрас с песней Boy is a Liar и Дуа Липа с Dance the Night. В лучших международных артистах у нас Тейлор Свифт, Ландель Рэй, Сиза, Майли Сайрус. Больше всего номинаций у певицы Рэй, аж семь. Лучший результат в истории премии, между прочим, да? Премия сама пройдет 2 марта. Бегом в нашу группу ВК, там все трансляции обязательно покажем и Брит Эвордс. Названа дата выхода альбома Волчерс, Канье Уэста и Тай Дола Сайна. Значит, мы ждали альбом в декабре, потом в январе. В итоге выйдет в трех частях. 9 февраля, 8 марта и 5 апреля. По-моему, 8 марта у нас еще выходит Ариана Гранде. Будет, да, сложноватенько ей. Еще выложили, значит, трейлер альбома. Нарезка каких-то таких загадочных кадров со взрывами и черными фигурами в капюшонах и страшных странных существ. Не знаю, что это будет. Вообще ждете? Вообще слушайте Канье? Или вы все вот старенькие альбомы до сих пор слушаете? Напишите в комментариях. Риана и Эйсап Рокки встретились с президентом Франции. Значит, неизвестно, о чем они говорили, нам это и не важно, но дали повод обсудить непривычные для них наряды. Значит, Эйсап был в галстуке, Риана вышла в юбке до колена на шпильках и с такой, знаете, эмоджи какашки в виде парика на голове. Риана, кстати, уже встречалась с Макроном в 2017 году. Они говорили тогда о проблемах в обеспечении образованием детей и молодежи в развивающихся странах, да? А вот с Асапом он увиделся в первый раз. Ну что ж, как увидел, молодец. Румыния отказалась от участия в Евровидении. Значит, у страны на это нет просто денег. Они решили, что вместо Евровидения они потратятся на другие проекты. Например, оплатят трансляцию Олимпийских игр в Париже и поддержат собственное телевидение. Проблемы с финансами у них уже были. В 2016 году Румынию не допустили к участию в Евровидении, да, из-за долгов Европейскому Увещательному Союзу. Жалко, конечно. О Лами БББ было смотреть весело, но, видимо, кто-то слишком реалистично устроился работать у Увещателя и сказал, ребят, мы не в том положении, чтобы претендовать на победу. Давайте не заниматься этим дебилизмом. Палестинец поедет на Евровидение. О, боже мой, да. Новость необычная, новость шокирующая. Всех шокировало. Еще не выбрали участника от Исландии. Он хочет поехать от Исландии. Но на отборе Евровидения Сенгва Пикнинен участвует палестинец Башар Мурат. По-моему, такой как будто дизайнер есть. Башар Мурат. Что-то такое. После этой информации Исландия очутилась на четвертом месте у букмекеров. Была на 18-м. Потом, по-моему, вообще на первое попала. Она обошла Швецию, Израиль, Норвегию. И теперь страна, по сути, один из претендентов на победу. И как бы мы не хотели говорить, что Евровидение не политизировано или что-то еще, и хотели бы оценивать песни, букмекеры сами прекрасно знают за нас, что у людей все равно на затылочке все равно эти мысли есть. Что вот, поддержат то, поддержат все. Я думаю, много букмекерских контор и бабок заработают на людях, которые считают, что будет выигрывать Исландия, которые будут считать, что выиграет Украина или Израиль. Потому что огромное количество людей, которые просто хотят заработать и абсолютно не шарят Евровидение, обязательно поставят на эти страны. Вот так вот. Если, конечно, вот так вот, еще не зная никаких песен, вдруг у нас выиграет Исландия, то это будет, конечно, трындец и звездец. У нас, кстати, каждый год идет битва евроэкстрасенсов. Мы делаем. Будем делать в этом году? Пишите тоже в комментах, потому что мы всегда разыгрываем деньги. Я думаю, мы даже увеличим еще больше наш призовой фонд. Объявлены номинанты на Оскар. Да, больше всех номинаций у Опенгеймера. Кристофера Нолана, естественно, 13. У бедных несчастных Йоргаса Лантимоса, 11. У убийц цветочной луны Мартина Скорсезе, 10. И Барби Греты Гервик, 8. Да, Барби номинировали аж на лучший фильм. Райана Гослинга на лучшую мужскую роль второго плана. А Марго Робби не номинировали на лучшую актрису. А Грету Гервик не номинировали на лучшего режиссера. И в интернете, естественно, все возмущаются. Жюри Оскара обвиняют в мизогинии или мизогинии. Райану Гослингу так стрёмно стало, что он тоже возмутился. Вот что он написал. Не существует Кена без Барби. И не существует фильма Барби без Греты Гервик и Марго Робби. Двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм. Сказать, что я разочарован тем, что их не номинировали в соответствующих категориях, было бы преуменьшение. Америка Феррера из Барби с номинацией как актриса второго плана тоже недовольна. Вот что написала она. Грета сделала почти все, что мог сделать режиссер, чтобы заслужить номинацию. То, чего Марго достигла как актриса, поистине невероятно. Что это она сделала? Скандал, короче, поутих. Никакой реакции со стороны Оскара нет. И правильно. Потому что я за то, чтобы давать актерские номинации за актерски хорошо сыгранные роли. Именно поэтому Марвел практически не получает номинации, потому что там играть нечего. И всегда есть куча более серьезных фильмов с более тяжелыми ролями. Марго Робби может и сыграла там адекватно свою роль, но значит есть претенденты получше. Давайте поиграем в мои любимые ассоциации. Это как номинации BTS на Грэмми. Если их нет, это не значит, что BTS делают говномузыку. Это главная музыкальная премия Америка, так же как и Оскар главная кинопремия. Значит, Академия звукозаписи решила, что есть претенденты подостойнее. Или, например, на Евровидении. Если ты не прошел финал, это не значит, что ты говно. Это значит, что просто более хороших номеров было достаточно, чтобы тебе просто не хватило места. Давать Грете и Марго номинацию просто потому, что они девушки, или потому, что там решили, что у фильма невероятный вклад, феминизм или там бруксизм. На это есть номинация лучший сценарий. Да, я знаю, что бруксизм это про зубы. Это то же самое, когда меня раньше, например, просили сделать видео, в личку писали, и говорят, сделай, пожалуйста, видео там вот про Ладу Дэнс, мне будет очень приятно. Только потому, что вы хотите, не значит, что все будет сделано. Понимаете? Только потому, что вам кажется, что будет классно, не значит, что так должно быть. Все, смотрим Оскар в нашей группе ВКонтакте тоже. Рамузыка, подписывайтесь. Билеты на Куачеллу плохо покупают. Значит, пишет издание SFGate. Билеты продаются с 19 января, но их в продаже до сих пор очень много. Раньше разлетались моментально. То есть в 2015 году их раскупили за 40 минут, в 2022 за 4 часа. Винят скудный лайнап. Он мельчается каждым годом. Я видел комменты, что это я говно, когда сказал, что на Лани Дель Рей мы будем спать. Нет, как видите, хедлайнеры никого не впечатлили. Надеюсь, билеты все же продадут и будут спокойно все, я не знаю, упиваться и унюхиваться, как раньше. Бэт Банни и Кэндал Дженнер снова вместе. Значит, они расстались в декабре, потом затусили на Барбадосе и снова сошлись. Видимо, Крис Дженнер решила, что Роману надо продолжаться. Ну, а раз Крис Дженнер решила, значит, надо подчиняться. Катя Лель рассказала, почему мой мармеладный попал в мировые топы. Значит, вот такая интересная цитата от Кати Лель. Даже Тейлор Свифт обогнали. Другого объяснения невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить, нас готовят к чему-то очень важному. Могу открыть маленький секрет. Будущее за Россией. Я все понимаю. Это замысел высших цивилизаций. Другое объяснение невозможно найти. Катя прям в своей Delusional Nicki Minaj-эре. Что значит обогнали? Зашла в приложение и увидела сначала TikTok с мармеладным, а потом уже про Тейлор Свифт? Или в моменте, там, на 3 секунды в трендовом чарте внутри СНГ, там, TikTok, песня была выше? Нет, на самом деле я рад за Катю. Мы это уже обсуждали. С какими бы она там инопланетянами не общалась, это клево. Молодец. С моим мармеладным я не права. Би-2 арестовали в Таиланде. Значит, после концерта на Пхукете их задержала миграционная полиция. Пишут, что у них не было разрешения выступать в стране. Но Би-2 говорят, что организаторы неправильно заполнили документы. Считают, что на ту ситуацию повлияло чье-то давление. Им выписали, значит, штраф. Они его оплатили. Но их не выпустили. Отправили в миграционный центр. Ждут, пока решат, куда их отправить из Таиланда. Но Лео Би-2 уже отпустили. Он гражданин Израиля. Да, очень удобно. Поэтому отправили туда. Это, конечно, трэш. Преследование, да, уже не внутри страны, а по всем странам. Капец, конечно. Если артисты думали, что можно вот так вот будет палить кого-нибудь какашками, а потом и ехать. Видимо, так уже нельзя. Дуалипа выложила сниппет нового трека Training Season. Значит, она показала промо-снимки, где висит на турнике. И снова настрочила смс-ку в WhatsApp. Она же у всех номера телефона взяла. Теперь она WhatsApp всем пишет. Попросила снимать тиктоки под трек. Будет лайкать и репостить. Дуа, хватит мне напоминать про похудение. Я в Инсте, кстати, рассказываю, че кого, да? Гуляю вместе с вами. Ною про вес и там в сторис и многое другое. Подписывайтесь. Винилы там еще свои показываю. Но Дула Пип, конечно, как тебе не стыдно? Дула Пиповна. С такой фигурой меня шеймить. Training Season. Ну и тренируйся сама. Че ты лезешь-то ко мне? Ice Spice выпустила трек Thank You The Shit, Fart. Еще до выхода отрывок дико заверсился в тиктоке. Особенно строчки в начале. Thank you the shit, bitch. You're not even the fart. Thank you the shit, bitch. You're not even the fart. Ты думаешь, ты крутая? Да ты даже не пердешь. Ну, shit, это еще и говно, да? Короче, игра слов. Песня войдет в ее альбом Y2K. Он выйдет в 2024 году. Уже ждем. Я не знаю, мне такой смешной показалась эта строчка. Особенно в названии, что пердешь в скобках. Фарт. Фраза бы, между прочим, подошла бы для диссов Меган и Ники. О которых мы сейчас поговорим, кстати. Но Ice Spice вот как-то умудряется юзать вот все эти неокрепшие умы. Писать совершенно плоские треки. Ну, они качают. Че поделать? Ты думал, ты богатый, и я богач. И там такие строчки. Ты думал, я быстрый. Ой, ты думал, ты быстрый, и я быстрее. Очень крутой текст. Поэтому, собственно, мне и понравился трек Тимберлейка. Хотелось качественные попсы. И в то же время, знаете, приятные ушам. Но врать не буду. Ice Spice-ушка разносит только так. Под разное настроение просто эти треки подходят, и все. Берешь и слушаешь, когда хочешь. Монеточка представила сингл Остановилось. Первый сингл с 2021 года, это у нее. Войдет в ее весенний альбом. Посвятила песню дочке. Написала через несколько месяцев после ее рождения. Говорит, что жизнь после рождения детей разделилась на до и после. А время остановилось. Ждем, когда отдышится немного, и снова пойдет. Песня, кстати, милая. Не хватает такого более масштабного хайпа. Но думаю, Лиззи сейчас не до этого. Поэтому поздравляю Монеточку еще раз. С песней с ребенком. Со всем чем хочет. Ники Минаж поругалась с Меган Дейсталлион. О боже мой. Давайте здесь остановимся подробнее. Это самое главное событие этой недели. Произошел просто взрыв, я не знаю, межгалактических масштабов, которого не ждал вообще никто. Мы очень подробно обсуждали все это дело в телеграм-канале Рам Музыка, где оперативно постили и новости. Подписывайтесь. Я там голосовухи длинные строчил. И все такое. Коротко, значит, здесь расскажу вам ситуацию. Меган Дейсталлион выпустила трек His. Он стал таким продолжением предыдущего сингла Cobra. Обе песни станут частью альбома, который выйдет до лета. Предположительно, Меган вроде как финансирует все сама. Правда, почему-то я вижу постоянно стабильное промо от лейбла Rock Nation во всех соцсетях. Не знаю, что это сама или не сама. В общем, если трек Cobra был таким личным, где Меган рассказала о своих ментальных проблемах, депрессии и прочем, то His — это такой более эмоциональный и привычный аудиторий, можно сказать, дис на все, что ее окружают, с панчами и уколами в сторону хейтеров. Значит, одним из них, из таких хейтеров, является как раз Ники Минаж, который, несмотря на их совместную коллабу, почему-то со временем не взлюбила Меган. Я думаю, тут просто дело в эго, которое было задето. Ники думала, она протягивает вот новые певички руку в свое время, а новая певичка вдруг становится популярной. Даже еще и умеет, в отличие от Ники, поддерживать хорошие отношения с коллегами. Это сложно, я понимаю, но умеет, у Меган хорошо получается. Меган в какой-то момент умудрялась держать хорошие отношения и с Ники Минаж, и с Карди Би, ее главным врагом. Я думаю, что тут суть только в ревности и вот такой собственничестве таком Ники, которая просто не смогла это все потерпеть и начала ее колоть в песнях и в итоге в соцсетях. Ники, знаете, как такой тролль из интернета, который заставляет выбрать, например, какую-то сторону в конфликте. Его жутко бесит, что эта сторона не его. Естественно, Меган еще не оставалось, как что-нибудь ответить. Ну, почему бы и нет? Она же что-таки рэпер, да? Это потрясающая возможность. Значит, у Меган в песне есть две строчки. Эти сучки не злятся, они не на Меган злые, они злые на закон Меган. Да? Очень клевая игра слов. Что такое закон Меган? Закон Меган, он так называется, он не связан с Меган и Сталин. Меган, это федеральный закон США еще 1994 года. Он обязывает полицию предоставлять открытый доступ к базе тех, кто совершал половые преступления. Все эти вот насильники, вот эти все дела. А там есть кто? Там есть и муж Никими наш, и брат Никими наш. И все. Этого было достаточно, чтобы вывести Ники из себя до вселенских масштабов. Она сидела во всех соцсетях одновременно и не переставая целые сутки просто изводилась на говно. А что в этом обычно Нике помогает? Конечно же цифры. Она начала вспоминать все рекорды, все места в чартах, все продажи, все неуспехи Меган, которые хоть как-то перекроют впечатление от этой строчки в песне ХИС. А там даже, вот я вам только что прочитал, там даже не было произнесено именем Минаж. Это всего две строчки, там даже нет контекста. Да? И я честно скажу, я особо песню не торопился слушать, пока вот не взорвался этот вулкан. По закону с Трейзанд, естественно, Ники привлекла еще больше внимания к песне Меган и помогла ей встать на вершину чартов. Уверен, она в будущем вспомнит и это как свое тоже достижение. Но победителей не судят. Путь к вершине у всех тернист, даже у победителей Евровидения. У меня память хреновая, но я уверен, что и у Ники есть спорные попадания на вершине чартов благодаря каким-то махинациям или ходам. Но это не будет важно. Важен результат. Мы уже не помним, как Леди Гага приходила в магазины и продавала физические, знаете, миллион копий альбома Artpop по одному доллару. Понимаете? Мы этого не помним. Поэтому кто там че в чарте, благодаря чему, это абсолютно не имеет значения. Может быть, финансы у Меган были настолько ограничены, что она рассчитывала, что Ники ей, так сказать, поможет с промо. Потом Минаж назвала ее «сукой с осколком в ноге» и сказала «Ты вспоминаешь о вещах 30-летней давности? Моему мужу было 15! Ты вспоминаешь это потому, что ни один мужчина не будет тебя любить. Врешь на могиле своей матери! Ты всех бросила под автобус! Ты бросила DaBaby под автобус! Ты бросила Тори Ланя за твоего лучшего друга, твою маму! Тебе лучше вызвать в воображении свою мать и извиниться! Это отвратительно! В общем, оказалось, что Ники Минаж без проблем кидает шейд и уколы в адрес кого угодно, но когда получает одну строку в ответ, просто сходит с ума. Я не знаю, как это еще назвать. Я в течение дня натыкался на какие-то записи Instagram Live, где она просто маниакально повторяет какие-то огрызки предложений. Это какая-то жуть. И под конец дня Ники анонсирует выход сингла Bigfoot. Типа, большая нога, да? Так еще называют снежного человека. За большой отпечаток ноги. Мне вообще странным этот подсер кажется. Типа, у Меган большой размер ноги, и она там, я не знаю, высокая и сексуальная, и в нее выстрелили, или что? А Ники тогда, как назвать, багажник? В общем, Ники потратила весь день на истерику. Требования извинений, поливания говном со всех щелей, угрозы. Причем, знаете, Ники вот прям любит поугрожать расправой и не стесняется. То есть это есть даже в песне. Но до дела никогда не доходит. Так же было и с Cardi B, да? У меня недавно выходил, кстати, классный ролик про всех жертв Ники Минаж. Гляньте обязательно по полочкам. Очень интересно. Значит, что поется в этом треке Bigfoot? В треке она поет, что Меган переспала с парнем беременной подруги, врала в интервью, не показала шрам от ранения и так далее. Значит, она снова упоминает маму Меган. В общем, это было абсолютно не впечатляюще, потому что, во-первых, в этом нет ничего такого катастрофического, чего мы не знали. Во-вторых, она все это говорила в Твиттере днем ранее. То есть, да, конечно, там было несколько креативно таких написанных панчей, ну и все. Трек сведен ужасно. Вокал отдельно, инструментал отдельно, идет дис, значит, две минуты, потом музыка кончается, начинается монолог такой в тишине с угрозами, как из фильма ужасов. Я уже видел, делали все кирилзы смешные, подставляли к фильму крик, когда крик звонит по телефону. Значит, типа, не дождусь, если я от тебя извинения через 24 часа. Тебе конец. Мир узнает такое. Конца никакого не настало. 24 часа уже прошло. Трек очень плохой. Меган молчит. Да, она только запостила скрин из аниме «Токийский гуль». В этом аниме, Меган, кстати, любит аниме, у нее аниме-комьюнити, огромная фан-база, в нем, в этом аниме, главный герой сходит с ума и превращается в монстра со временем. Значит, песня Меган оказалась на вершине американского Spotify, Ники Минаж добралась до 10-го места. Хуже всего здесь, конечно, влияние Ники на людей. Это полное заблуждение, вот этот делюжен. Хуже, между прочим, намного хуже, чем у Дианы Анкудиновой. Ники воспитала аудиторию, которая ей полностью потакает. Она окружила себя и находится, по сути, в таком, знаете, в пузыре, где кажется, что она всегда все делает правильно. А она, по сути, в итоге повторяет судьбу тех, на чье место она однажды встала. Дис очень плохой. Я думаю, что ситуация вам понятна, да? Дис очень и очень слабый. Это все-таки песня. Она должна быть сделана хоть как-то креативно, да? Ники очевидно, что она все делает на эмоциях, которые льют просто через край. Я думаю, она определенно переживает какой-то кризис. Или там боится стареть. Или она боится потерять влияние. Ники просто не понимает, что места хватит для всех. И Ютуб, например, тоже касается. Можно оставаться легендой, не будучи единственной. И даже нужно, и даже лучше быть легендой среди коллег, когда у тебя есть конкуренция, чем быть легендой, потому что соревноваться не с кем, и ты одна. Она очень эгоистично не хочет это принимать. Но земля кружится, люди рождаются, время идет. Просто не хочется, чтобы ей пришлось это все осознавать, пройдя, знаете, по пути, которым прошел Kanye West. Хочется, чтобы все-таки некий... Ну, какую-то работу, что ли, провела. Ясно дело, что она закрыта. Она никому не доверяет. Я думаю, что она мало кому рассказывает о своих настоящих ощущениях и чувствах. И ясно дело, что с этим надо работать. Это проблема огромного количества творческих людей. Но вот с Дисом пока что это было немножко стыдно. Анна Асти вышла на связь после операции. Значит, я вам рассказывал в прошлом выпуске, посмотрите всю эту вакханалию про то, что она уехала из России. Значит, она выложила сториз, где написала... Ну что ж, пожелаем выздоровления Ане Асте. Вообще, ноги, в зависимости от операции, заживать могут долго очень, да? Месяц точно, а то и два. Особенно, если обе ноги одновременно прооперированы. Ну, конечно, время пролетит очень быстро, вы даже не заметите. Но у нас много событий впереди. Моргенштерну закрыли въезд в Дубай. Значит, у него уже были проблемы. У него уже отменяли концерты. Резидентства у Моргена нет. Он был там как турист. В продлении туристической визы ему отказали. Он решил, собственно, переждать. Пытался вернуться, но ему сказали, что въезд закрыт. Через полчасика ко мне подходит сотрудник и говорит «Извините, вам закрыт въезд в страну». А в чем причины? Почему? Что? Кто? Официальная информация. И я узнал очень много интересного. Но я не могу сейчас об этом говорить, потому что эта информация неофициальная. А официальной информации на данный момент никакой нет. Просто мне закрыт въезд в страну. Вроде как поговаривают, что, возможно, у него не было просто разрешения на работу. У него уже была туристическая виза. А он жестко там, знаете, греб бабки с этих всех концертов. И в этом типа проблема. Говорит, что интервью с Собчак могло стать последней каплей. Он там хвалился, что у него все круто в Дубае. Считает, что это разозлило каких-то злых людей. И они решили ему насолить. Поэтому он надел белую рубашку и в ней записал видео, где попросил отменить запрет и назвать его причину. Я бы хотел сделать официальное обращение к властям Арабских Эмиратов. Очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим вторым домом. Был уверен, что Дубай станет моей базой, где я буду развиваться, строить свою жизнь. Потому что у него там недвижимость, бизнес и машина. Законов Дубая он не нарушал и считает его вторым домом. И он уже делает, кстати, визу в США. И есть план на покорение штатов. Вот что он пишет. Буду каждый день выходить из дома, с кем-то говорить и что-то делать. И таким способом рано или поздно окажусь на студии с Дрейком. Стало известно, кто представит Ирландию на Евроведении. Значит, это Бэмби-Таг с песней Doomsday Blue. Сорян, у меня начинает садиться голос, поэтому я немножко другую позицию поменяю. Если будет слишком звонко или слишком воздакон, не обращайте внимания. Джонни Логан, который выигрывал Евроведение от Ирландии в 80-м и 87-м годах, сказал, что ее песня может победить. Я спрошу у подписчиков Бусти, стоит ли смотреть Ирландию. Кто не в курсе, сейчас самый лучший способ подписаться на Бусти. Потому что там все записи нац-отборов, все записи стримов, эксклюзивные ролики, которых никогда не будет на Ютюбе, ранний доступ и реакции на Евровидение. Сейчас вы получите максимум за подписку. Столько, сколько я даже обычно не обещаю. Поэтому всех жду. Мы там еще винилы регулярно разыграем. Каждые 50 новых подписчиков новый винил. Сиза выступит на Грэмми. Значит, Сиза мелькнула в рекламе Грэмми вместе с другими выступающими. Я надеюсь, она сделает какое-нибудь классное выступление. Сколько можно уже. Она все-таки была на вершине чартов. Приличную часть в году. Там еще Тейлор Свист, кстати, появилась. Но ее выступление не объявили. Да, Тейлор, скорее всего, просто придет посмотреть и собрать наград, если что. Сиза с альбомом S.O.S. номинирована на Альбом Года, на лучший прогрессивный R&B альбом. Еще номинировали ее треки Kill Bill, Love Language, Snooze, Low и Ghost in the Machine. У нее больше всего номинаций. Сама премия пройдет 4 февраля. И Сизу любит Академия, поэтому тут можно ждать и главные награды Альбом Года, да? Вышли неизданные песни Lady Gaga. Значит, в Spotify появился аккаунт под именем Stephanie Germanotta. Там вышла Retro Physical 2007 года, демо Perfect Illusion и расширенная версия песни Fashion. Но, как оказалось, видимо, это, опять же, какой-то фейковый аккаунт. Все было удалено через пару дней. Просто какой-то фейк хотел скрыться за настоящим именем Lady Gaga. И чтоб песни лежали на Spotify. Джастин Тиберлейк представил новую песню на SNL. Он спел сначала Selfish, а потом позвал на сцену Тобе Нвигве. Вместе они спели композицию Sanctified. Мы еще не слышали студийную версию этой песни. Бритни тоже эта песня понравилась, кстати. Она это там упомянула, когда извинялась перед ним. Это такой, знаете, современный госпел-трек. У Джастин такой неплох получается почему-то. Реально раскачал сцену SNL. Мне тоже понравилось. Мы вместе смотрели, все обсуждали также в телеге. Инстасамка показала обложку нового сингла. Уже сравнили ее и с Доли Партон, и с Аллегровой, и даже с Екатериной Мизулиной. Сниппет трека еще в декабре она выкладывала. Обещает, что выйдет уже скоро. И вот, что мне интересно. Там написано «Продакшн манекена». Мне вот интересно, это реально? Даша, подскажи. Я знаю, что не подскажешь. Но я не верю. Мы знаем, что продакшн у треков Инстасамки у многих не самый великолепный. И может, это реально манекен тренируется на твоих треках. Но, блин, почему он никому другому ничего больше не сводит? Неужели прям желающих нет? Ты же суперзвезда. Какое-то ощущение, что, знаете, манекен — это главный катфиш российского шоу-бизнеса. Какое-то вот, мне кажется, вот скоро о нем будут прям конспирологические видосы делать. Интимные фото Тейлор Свифт распространились в сети. Значит, естественно, это были фальшивые фото. Они были сделаны нейросетью. Она там без одежды, значит, в компании с командой футболистов, где играет ее парень. Снимки разлетелись по Твиттеру, насобирали по миллиону просмотров, пишут, что Тейлор в ярости и хочет подать в суд. Откуда эта инфа? Не знаю. В общем, даже в Белом доме высказались, считают, что искусственный интеллект надо жестко контролировать. И скоро ведут законопроект о подобном контенте и надеются на поддержку из-за такого показательного скандала. А Твиттер на время запретил любые запросы с именем Тейлор Свифт. Боже, у нас в телеге были какие-то бешеные споры на эту тему в комментариях. Нейросеть еще и умная, никаких сосков там нет, ничего запрещенного нет. Просто нарисованное чье-то тело и голова, значит, нарисованной Тейлор Свифт в несуществующих позах. Я был просто в шоке с реакцией подписчиков. Мне кажется, надо разыграть срочно носовые платки. Канье Уэст отчитал журналистку. Она спросила у Каньи на улице. Есть ли у твоей жены свобода воли? Некоторые говорят, что ты ее контролируешь. Он, знаешь, схватил ее телефон и начал читать нотацию. Не спрашивайте меня об этом тупом дерьме. Я человек. Ты думаешь, что раз ты белая женщина, ты можешь вот так подойти ко мне и спросить о такой тупой ерунде? Есть ли у вас там, я не знаю, свободная воля или вы работаете на дьявола? Это твоя работа, подходить к каждой знаменитости и расспрашивать о тупой неуважительной ерунде? Поэтому, значит, он спросил, сколько она зарабатывает и предложил ей работать на него. Будет платить в два раза больше. На Меган Висталион хотят подать в суд. Значит, снова скандал из-за строчек про закон Меган в треке ХИС. Закон появился в 1994 году, я вам уже сказал, после убийства и изнасилования 7-летней Меган Канка. Отец девочки посчитал, что это оскорбление в ее сторону. Поэтому думает подать в суд на Меган. ДУМАЕТ подать. Прекрасная новость, да? Отец задумался, а подать ли мне или не подать. Иск вряд ли что-то даст, потому что Меган ничего не нарушала. И отец поступает, между прочим, сейчас как некий минаж. Потому что если подумать, в песне даже непонятно, о какой Меган идет речь. Может быть, реально о самой Меган Десталион, да? Может, это просто игра слов. Там вообще можно интерпретировать как угодно. Кто захотел оскорбиться, оскорбился. Меловин рассказал о своей неизлечимой болезни. Значит, ни одна живая украинская душа, пришедшая ко мне под ролик, защищать его, не сказала и не поправила вообще. Виноват, косичнул, признаюсь, сейчас все объясню. Я говорил про земпик у Меловина, что вот, мол, ему сказали, что у него диабет второго типа. Он взял ее сейчас, наверное, колит о земпик. Слишком быстро он похудел. Оказалось, что у него моди-диабет. Это не первый и не второй тип. Это что-то промежуточное, генетическое. Говорит, что узнал про это случайно. Решил удалить комки Биша перед операцией, сдал анализы и узнал про этот диагноз. Само это предложение уже должно вызвать кучу вопросов. Давайте посмотрим, что он сказал. Сахарный диабет в 26 лет. Моди-диабет. Это генетическая болезнь. Она у меня наследственная. Это немножко стрёмно, потому что 26 лет и сахарный диабет, это как-то не очень совпадает одно с другим. Все же замечали, что я то 85 килограмм вешу, то 70, и у меня постоянные скачки веса. Но я же всегда думал, что это проблема с комками Биша, и нужно их удалить. И в 90% случаев сахарный диабет люди себе диагностируют подобным образом. Между прочим, они приходят к врачу, чтобы диагностировать что-то другое, и случайно узнают, что у них сахарный диабет. Такая же история была у меня. Вообще, конечно, к врачу проверять здоровье нужно приходить не раз в жизни, и, конечно, люди узнают об этом намного раньше. Я просто в шоке, что Меловин думал, что его разница в весе говорит о проблеме комков Биша. Вот, комки Биша вот здесь вот. Это тупо является косметической операцией, чтобы удалить жир изнутри щеки и сделать такие впалые щеки. Говори, Меловин, говори честно. Я часто толстел, и все на это обращали внимание. Это меня задевало. Поэтому я хотел удалить комки Биша, чтобы внешне и в кадре скулы были более прорисованы. Он, правда, не знал, что это потом все опадает и выглядит некрасиво. Слава богу, он этого не сделал. Дальше я офигел, что для Меловина 26 лет и диабет — это странные вещи. Кость, ну ты че? Диабет бывает и врожденный. Люди ставят инсулин, меняют кассеты, вот это все. В общем, если я не ошибаюсь, я не врач, не верьте мне. Но Моди-диабет — это генетический диабет. Он достается вам, если кто-то из родней, там бабушки или дедушки, были диабетиками. И в отличие от простого диабета второго типа, да, не супер зависит от сахара на самом деле. Он, кстати, протекает легче, чем диабет второго типа, немного легче. Только вот профилактические штуки по снижению сахара не работают обычно. То есть надо его снижать медикаментозно. То есть и человек не обязательно должен быть толстым, чтобы был диабет. Видимо, это его немножко смутило. И у Моди-диабета есть аж 14 видов. И есть там редкие, опасные и там обычные, терпимые. В общем, все у Меловина будет хорошо, я думаю. Диабет — это всегда хреновые новости. Кто смотрел мой сериал «Новая жирзнь», тот знает, как я плохо отношусь к внезапным каким-то обязательствам что-то соблюдать всю жизнь. Это всегда неприятно. Я думаю, у многих из вас такое было. Вот сейчас у меня была грыжа, я теперь понимаю, что надо всю жизнь следить за этим, а она снова может вернуться. И меня это прям тяготит. И я признаюсь, это прям замедлило немного мою жизнь. Но что-то про тренировки он ничего не сказал. Все, что он сказал, это то, что он просто тщательнее следит за здоровьем. Но вот я по своему опыту знаю, что редко, когда можно вот так по щелчку пальца взять и изменить резко свою жизнь. Особенно, если до этого было сделать это тяжело. Поэтому вероятность Аземпика или аналогов остается актуальной. Аземпик запрещен только при диабете врожденном первого типа, да? Но главное, что Меловин сейчас выглядит топово. Молодец. Мы Меловин Стэн Ченнел. Желаем победы на нацотборе. Как он пел в своей песне, мечтать не вредно. Веру Брежневу обвинили в оказании эскорт-услуг. Значит, Виктория Боня сказала, что ее друг хотел провести с ней ночь. И ему сказали, что он может это сделать. Вера работает, но только по желанию. Это будет стоить 100 тысяч долларов. Но не факт, типа, что она согласится. Это было, чтобы вы понимали, в 2011 году. Вера хочет в подарок часы. То есть предлагалось подарить сначала эти часы, которые стоили тоже там по 70 тысяч долларов. И дальше она придет на свидание. Но если она захочет, ну то есть по желанию, то тогда она пойдет дальше. Если ее человек не понравится, то тогда нет. В итоге он, когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч, еще без гарантии. Он сказал, спасибо, до свидания. Вера никак не ответила. Просто запостила сториз со словами «Хочешь провести со мной вечер?» Условия в следующей сториз. И прикрепила ссылку на билеты на концерт. Girl, 100 тысяч долларов? Эскорт? 50 тысяч долларов и я проведу с вами ночь. По желанию, конечно. Люксембург представит на Евровидении Тали с песней Fighter. Это первая заявка страны за 30 лет. Мы знаем, что от Люксембурга в свое время выступала Силен Дион. Так как давно Люксембурга не было на Евровидении, из отбора, значит, Люкс, назовем его Люкс, из отбора Люкс устроил целое шоу. Даже Руслана там выступала со своей Wild Dancers. Выбрали победительницу, еще пока не знаю, что за песня. Ариана Гранде раскрыла детали нового альбома. Значит, она показала новую обложку. Там опять 4 обложки будут у винила разных. Один из треков на альбоме тоже будет называться Eternal Sunshine, как и альбом. А открывать пластинку будет интро, которая называется Intro and to End of the World. Конец света. Что-то во время карантина записывала? Короче, обложка трэш. Я уже поныл в Телеграме. Две Арианы просто стоят спиной. И вообще не факт, что это Арианы. Я в ярости. Короче, вот такой консенсус. Ждем еще две другие обложки. Ну все, это все новости. Боже, нам есть что обсудить, ребята. Тайм-коды все внизу. Надеюсь, вы не просрали. Все ссылочки на все соцсети, на Spotify, на все, все это под видео. Не пренебрегайте. Я что, зря заполняю уже 7 лет это описание. Все, увидимся в следующем видосе. А точнее, увидимся уже завтра на украинском отборе в группе ВК. Приходите обязательно. Все, жду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok